Спасибо большое, Джимля, что вы согласились на это интервью. Прежде всего хочу сказать, потому что у вас просто очень классный опыт, который вы прошли. И я на самом деле очень благодарна. И многие, кто смотрят, пишут, что вы мотивируете, вы вдохновляете, потому что это такие шаги, которые страшно сделать, потому что это перемены в жизни. И спасибо, что делитесь и рассказываете, что всё это реально для тех, кому кажется, что это, во-первых, PHD что-то нереальное, во-вторых, хочу и переедуть, еще и со семьёй своей. Поэтому спасибо, что делитесь таким классным опытом. Сразу хочу сказать для тех, кто будет смотреть это интервью, пишите свои комментарии, вопросы оставляйте. Я обязательно поделюсь с Джимилей обратной связью. И если она захочет, она ответит на какие-то дополнительные, может быть, вопросы. Спасибо большое, что пригласили. Я сама очень рада всегда делиться своим опытом, потому что, да, я понимаю у многих страх, как это, ну, бывает страх, как я одна поеду, потом с семьёй, с детьми, это другой опыт, это уже другой уровень. Вот, поэтому я всегда рада поделиться своим опытом. Спасибо большое. Давайте начнём. Первый вопрос такой. Расскажите сначала немного о себе, о своём бэкграунде. Откуда вы, да, если из Казахстана, да, из Казахстана, то с какого города Казахстана? Сколько вам лет? Сколько было лет на тот момент, когда вы поступали? То есть на каком вы курсе, получается, сейчас? Вы поехали с мужем, насколько я понимаю, с детьми? Тоже расскажите, сколько лет детям было к тому моменту, как вы поехали? И, ну, и вообще, вот немного предысторию до того, как вы туда вот уехали, вот эту историю, как вы решили, что вот тогда, в тот момент происходило? Я так, думаю, с чего начать. До поступления на докторантуру, ну, у меня супруг сперва поступил. В общем, мы познакомились с супругом, начну с этого, наверное, в Назарбаевском университете у нас была годичная программа после бакалавра про fashion development программ, и мы там познакомились с супругом. И потом уже через год только поженились и работали в Назарбаевской школе, в Назарбаевской церквиальной школе. Он в Астане работал. Я работала в ЦПИ, в Центре педагогических измерений. Поженились, потом работали в Карагандинской школе Назарбаевской, потом в Таразе работали, на последнее место работы это был Тараз Назарбаевской церквиальной школы. И у меня супруг был директором на тот момент, директор школы. Я учитель английского языка, и у нас был такой момент, что дальше. И мы к этому времени, кстати, у нас уже была магистерская степень от Назарбаев университета. И он, и я, мы окончили NUGC. И мы почувствовали то, что у нас не хватает знаний и навыков быть такими полноценными экспертами. И мы решили то, что нам нужна докторантура. И на тот момент у нас уже было двое детей. И когда муж поступил, уже получил оффер, я уже была в положении. И мы приехали в Штаты в 2019 году, в августе. И у него программа началась как раз вот перед ковидом. Потом у нас родился третий ребенок в январе, в 2020 году. И потом я вообще не планировала, если честно, на докторантуру. И, ну, просто у меня магистратура, у меня опыт был не совсем такой положительный. Почему? Потому что на тот момент у меня было двое маленьких детей. Там я только родила. И потом ребенку 10 месяцев было, когда я уже продолжала учебу. Старше было три года. И это было очень тяжело. Я еле как закончила магистратуру. Потому что было очень сложно. То, что маленькие дети, там, кормишь грудью, тут уроки, assignment. И я решила, больше не буду поступать. Все, мне этого хватит. И потом здесь я уже... Мы приехали... У нас виза была F1. У мужа F1, у меня F2. А F2 виза, это означает вы dependent. В прямом смысле этого слова вы вообще просто существуете. Вы не можете зарабатывать. Вы вообще никто, если сказать. И это было тяжело, потому что в Казахстане у меня была своя работа. И, ну, по-любому, там у тебя есть какой-то статус в обществе. А здесь ты в буквальном смысле никто. И вообще даже не то, что F2, но, допустим, у меня супруг был директором Назарбаевской школы в Казахстане. А сюда он приехал, все, он никто. Он тоже никто. И нужно начинать с чистого листа. На тот момент нам было по 30 лет, по-моему. Но мне кажется, ну, мы как-то вот этот период нормально переодолели, то, что, ну, допустим, многим сложно дается, потому что тот момент, когда ты осознаешь, что ты никто в этой стране. И многим это, это вот большое испытание. Ну, как бы смириться с этим и начать заново и идти дальше, вперед, это многим дается сложно, по идее. Но мы как-то вот нормально перенесли этот момент. Вот. И потом я начала, ну, я могу, с моей визой я могла только волонтерить. И у меня сын, он ходил в садик, это был бесплатный садик, для малоимущих. Мы как студенты, мы были как в статусе малоимущих, и мы тоже попали на этот, сын попал в этот садик. И я там тоже начала волонтерить. И мне, ну, у меня же уже опыт есть в образовании, я не этот, опыт есть, я уже знаю, в принципе, как должно быть все это. И я начала везде, в общем, там, на всякие комитеты записываться и волонтерить, потому что мне было дома скучно, время есть, и я полностью вовлеклась в обучение сына, в образовании сына. Ему было три года тогда, второй сын у меня. и они заметили то, что я не так, ну, не являюсь той, в общем, не representative low income, то, что я образованная, у меня есть опыт, и они это заметили, начали ценить, потому что я там замечала то, что они, американцы, не замечали в своей работе, вот эти минусы, и я начала там свои, свои эти давать рекомендации, допустим, допустим, чтобы попасть на эту программу, на этот детский садик, там очередь была большая, и они всегда, ну вот, если семья попадает уже в эту программу, они получают доступ ко всем ресурсам, которые есть на том, в том регионе, допустим, там, теплая одежда, зимние вещи, ну, мы живем в Мичигане, кстати, я забыла сказать, в Мичигане State University, в Мичигане зима холодная, и зимние вещи, это необходимость, и, в общем, как только семья попадает в эту программу, им предоставляется доступ ко всем ресурсам, я потом, ну, как бы, это не садик предоставляет, просто они делятся с ресурсами, которые есть уже в этом регионе, я потом сказала, а как же семьи на waitlist, это же никаких денег вам не стоит, может, вот, как только семья попадает в ваш там waitlist, ну, как только семья там заполняет enrollment form, может, вы будете делиться с этим, с этими ресурсами, чтобы они уже знали, и для них это был шок, потому что они никогда не думали, что, ну, waitlist этот, ну, просто они, допустим, они же все уже работают, все вот эти работники, они все работают, у них нету таких проблем, и они не думают с точки зрения этих семей, которые живут в нищете, и я потом говорю, почему, говорю, это же никаких денег не стоит, просто имейл там, они по имейлу все рассылают, рассылку делают всем, и все, а там все вот эти списки, допустим, теплая одежда можно получить здесь, еда здесь, то, и с этого момента они начали отправлять, и они до сих пор вспоминают, уже сколько лет пришло, то, что, Жамиля, это же ты вот сказала, то, что нужно, и, ну, как бы для них это ничего не стоит, вот, и я, и как-то вот они меня мотивировали, те, кто в этом, эта программа называется Head Start, они меня мотивировали, всегда там прислушивались к моему мнению, и меня это тоже смотивировало, я думаю, а может мне все-таки на докторантуру поступить, именно по этой, взять эту тему, Head Start, и взять именно Family Engagement, и потом я уже начала подавать, на тот момент у меня супруг, он был уже на второй курс заканчивал, я подала, и он сказал, давай, ну, супруг тоже поддержал, я подала на его же, на тот же вуз, где он учится, Michigan State University, потом подала еще University of California, Irvine, и хотела еще подать University of Michigan, но смогла только на два вуза, потому что с третьим вузом у меня один рекомендатель не смог рекомендатель загрузить, и я подала только на этот, на два вуза, MSU мне сразу ответили, они самые быстрые ответили, потом, потом UCI я попала в waitlist, но я уже сказала, что я уже приняла оффер от MSU. А как бы выучили, сори, заперебила, допустим, вы бы поступили в Калифорнию, как бы выучились, муж здесь, а вы там? Если честно, я просто подала, потому что шансов не было, что мы сюда поедем, просто мне нравилась программа, да, просто подала, хотелось и прям подала, а так хотелось, ну, планировали, то, что я буду здесь по-любому в Ничигане, но так интересно, то, что когда муж поступал в MSU, в MSU был в топ пятерке, в топ-5 программ именно по Educational Administration в США, и я просто в шутку сказала, я на тот момент вообще не планировала докторантуру, я просто в шутку сказала, да, ну, блин, топ-5, я не буду в топ-5 учиться, мне надо именно топ, короче, номер один, и я как-то благополучно забыла об этом, и когда вот поступила, я получила письмо, и там написано было, что в этом году наша программа номер один in the nation, и я думаю, а, капец, надо же, я просто шутку сказала, и этот слово имеет силу, да, и я подавала на education policy, по идее, здесь, в MSU, но они мне позвонили, сказали, вы знаете, у вас, ну, больше подходит на education administration, не хотите туда, я, ну, я на тот момент, так как у меня супруг учится, у меня уже, мне было легче ориентироваться, какие классы я буду брать, кто будет моим адвайзером, я уже все знала, я потом сказала, вот, я планирую какие-то, такие-то курсы брать, у вас этого нету, и я, можно сказать, торговалась, я такая, прям, строилась себя, ну, не знаю, если вы согласны на мои условия, тогда я согласна, вот так вот, примерно так было, и они сказали, да, без проблем, давайте, ну, никаких проблем не должно быть, и я, в общем, приняла оффер, и у меня свой грант с университета, я не стала подавать по Балашак, а муж, получается, по Балашак, у него Балашак, да, на тот момент у нас, это было единственное, ну, у нас выбора не было, у нас был только Балашак, почему, потому что, ну, вот, у нас трое детей, да, трое детей, с семьей, вы не проживете на одну стипендию, если у вас еще партнер на F2 визе, который не позволяет работать, зарабатывать, и получается он, у него Балашак, плюс еще он работает в университете 20 часов, и с этой, примерно, там, зарплатой, и со стипендией Балашак можно как-то жить нормально, ну, не сказать, что, но все потребности покрывает, но если вы планируете только по Балашак, а, и только у нас свой грант, плюс еще дети, будет, я не знаю, но для нас это было нереально, потому что программа докторантуры, она очень такая насыщенная, и это, не знаю, это просто, ну, вы физически не будете успевать работать, если вы планируете сверх 20 часов, кстати, там еще, по-моему, больше, ну, вот 40 часов работы плюс докторантуры, это нереально, просто нереально. А как вариант, вот, допустим, делали, делили, что у них J1 виза, J1 виза. J1, да, без проблем, партнер может работать. То есть, либо Балашак, либо J1 рассматривать, да, ну, то есть, если F1, то Балашак по-любому, если же J1, то можно еще без Балашака обойтись, типа того. Ну, а как получить J1 визу, если нету Балашак? Там же J1 дается именно у кого есть гарант, то, что вы возвращаетесь в страну. Я это не знаю. Можно ли J1 получить? Я просто слышала, что девочки говорили, что, они сами присели, говорили, что, например, есть девушка Айгуль, она не может, к сожалению, дать мне интервью, но они учатся по J1 и без Балашака, потому что, когда она сказала, что, ну, можно мне J1 визу, потому что мой муж хочет стажироваться или что-то такое, я не помню, как именно его им дали. Именно от университета, он дает сначала типа F1 говорит, но ты изначально типа ведешь на переписку и говоришь, а можно мне J1, потому что муж хочет стажироваться, а по F2 он не сможет стажироваться. Это такое вот. Можно, наверное. потом, ну, можно своим грантом тоже ехать, но если вы, у вас нету семьи, без семьи без проблем. Просто, когда дети, это дополнительные расходы и как вы проживете на одну стипендию, мне непонятно, если есть дети. и на F-визе, это вообще сложно. Понятно. Хорошо. Еще какие вопросы были? Сейчас так, хорошо, интересно. Так, какой был возраст детей, вы говорите, когда вы поехали? Мы приехали, когда мы приехали, дочке было пять, сыну три. И в 20-м году родился третий ребенок. Ага, понятно. А здесь вы жили в Аста, вы уже сказали, да, там директор школы был у вас. Все, хорошо, первый блок мы закрыли с вами. Получается, сейчас сколько лет вы в Америке? Расскажите, пожалуйста, как вы определяли список, куда будете поступать. Потом был, у вас, получается, уже был IELTS, там, GRE, там, какие-то экзамены определенные. Про это тоже интересно было бы узнать поподробнее. То есть, как вы составляли свой путь? Потому что нас же будут смотреть именно те, кто думает, как поступать. И для них это будет очень важной информацией. То есть, как выбирать вуз, какие экзамены сдавали вы и какие баллы? Кстати, я тут не упомянула, как вообще мы изначально попали в МСЮ. Мы вообще, у нас не было никаких понятий, какой вуз лучше, как лучше. Ну, мы знали то, что нужно ориентироваться по программе, а не по университету. Потом мы еще знали то, что в США, лучше ехать в США за докторантуры. Нам вот друзья посоветовали, если хотите реально учиться, тогда нужно в США. И мы на тот момент, ну, то, что мы не в GSC обучались, у меня супруг написал, у нас есть профессор, сейчас она, по-моему, не работает, Алия Акужабекова. И она посоветовала посмотреть Midwest Universities. И она как раз таки дала хорошие рекомендации, как искать вуз, как писать Personal Statement. И вот эти вот рекомендации очень помогли. И прям вот, она прям всячески поддерживала, за что мы ей очень-очень благодарны. и у меня супруг, он до сих пор поддерживает связь с профессором, да. Я очень много ее работ прочитала, ну, как ее работа, потому что у меня же тезис с этим связан, с опытом Gradu Student. И вот она совместно с Джейсоном Спаркс писала работу как раз таки, поэтому, да, ее имя мне знакомо. Я понимаю, о чем она писала и понимаем, почему она вам советовала. Ну, вот интересно, вы изначально муж, да, здесь как бы вопрос, я обычно задаю интервью, Иру, да, кого спрашивают, так как у вас муж изначально отсюда поступал, какие он еще университеты рассматривал? Он Ohio State еще подал и получил тоже оффер. Третий я не помню. Я точно помню, что два оффера он получил, Санасю и Охайо, но так как MSU они ответили очень быстро, ну, допустим, 1 декабря там был дедлайн, 1 декабря он подал документы и 16 декабря они ответили уже. То, что они, да, и Охайо они позже ответили, но мы уже как-то, ну, первый же MSU ответил этот. и мы когда приехали, мы тогда только узнали то, что эта программа считается топовой в Америке и мы только по приезду узнали, что за вуз, да, ну, и только смотрели, допустим, климат какой, мы, ну, у меня супруг, он с Кустаная, я с Шимкента, и он хотел, чтобы была зима, и, да, чтобы все четыре сезона, и он захотел, да, и мы просто смотрели там погода какая, средняя температура, этот, природа какая, и нам, в принципе, все понравилось. Вот, на, для поступления я сдавала IELTS, я, честно, не помню, сколько баллов у меня было, но я помню то, что для поступления на докторантуру в MSU требует 6,5, не 7,7,5, а 6,5. Они, по-моему, последние, ну, вот, когда я, может, я не помню, до этого как было, но они вот недавно только внесли изменения. Потом я сдавала GRE, тоже не помню, ну, где-то вот средний у меня балл, этот, невысокий, но я GRE сдавала. Но я сейчас не знаю, требуется ли GRE сейчас. Вот, я, у меня программа началась в 22-м году. Это, ну, получается, я сейчас второй курс закончила, и у меня вот иду на третий курс. Вот, еще. А, списывались какими-то профессорами, потенциальными адвайзерами, или просто подали все. Нет, это просто я списывалась из UCI, из MSU, я прям записывалась на встречу, через Zoom-встречу, не просто переписывалась, я прям просила именно встречу, чтобы, потому что это важный пункт, нужно до подачи документов, ну, первые, первые имейл, это чисто для того, чтобы узнать, ну, я сперва определила, с кем я буду работать, и мне надо было узнать, эти профессора принимают студентов на следующий год, допустим, graduate assistance, research assistance, потому что мне хотелось именно работать с этим профессором. Я, первый имейл, это are you accepting new students for this academy care? Если они отвечают да, и потом уже там, я такая, это такая, это у меня, меня интересует такое-то, будете ли вы моим адвайзером? И вот, и потом, если они говорят, да, давай обсудим, я говорила, давайте, можно с вами встретиться по Zoom, там, любое время. Так можно? Да, так нужно, чтобы они знали вас и понимали, то, что вы серьезно настроены, потому что им куча этих applications приходит, и они, не знаю, да, если там увидят Жамиля, там, а, я же с ней встречалась, да, я ее помню, у нее рисочек такой-то, такой-то. И вот, я встретилась и с UCI там разговаривала, и здесь я тоже не только с профессором, но и адмишн, кто вот за адмишн работают, отвечает в программе с тем человеком. Допустим, я не, так, я не помню именно, но я вот с двумя встречалась. А вы адмишн тоже пишите, получается, как и профессору, после встречи с профессором, получается, вы адмишн тоже пишете, а можем ли мы с вами встретиться в зуме или как? По-моему, я в МСССР не встретилась, в UCI я, по-моему, я встретилась, чтобы, а, я изначально планировала поболошаг, я встретилась с адмишн узнать, если я подаю, вот, если у меня государство оплачивает, моё государство оплачивает за учёбу, у меня больше ли будет у меня шансов поступить? Этот вопрос меня интересовало. И там в UCI мне ответили, это вообще разницы не имеет. Они вообще, ну, как бы, у них, если вы поступаете в UCI, тогда у вас стопроцентная скорость покрывает всё. И они не заинтересованы в булашаке, они заинтересованы в качестве студента. Да. Вот, они мне такое сказали. Я потом спрашивала, стипендия у вас хватает ли на этот, на что, там, не знаю, жильё сколько стоит, там, насколько, насколько, ну, вероятно, там, снять именно жильё, именно на кампусе. Такие вот вопросы. Не касательно самого содержания, там, research, а вот такие моменты. Это по переписке вы узнавали у admissions, да? Я встретилась, я записалась, у них была там кнопка записаться на встречу, я записалась. Интересно. Ну, у вас была возможность прийти, да? Вот интересно, как они с International Student в таком моменте, ну, как бы решают вопрос. Ну, насколько они, я имею в виду, отзывчивые в плане рассказать и, ну, как бы объяснить, что у нас вот такая-то, такие-то вот есть возможности для семейных студентов и так далее. Потом ещё, знаете, даже с University of Michigan, ну, у меня вот всё было готово, кроме одного рекомендательного, я написала профессора, с кем я хочу работать, там мне нравится профессор, её зовут Кристина Вайланд, и она прям тоже топ считается именно по сфере, где я работаю. И она сразу же ответила, прям вот сразу, моментально, за три минуты, наверное. Хотя там в письме, в первом письме было то, что у неё собакатиколыф, она не работает. И раз, следом за этим письмом она отвечает, да, yes, I'm accepting, please, I encourage you, да, я была такая, ой, боже мой, мне сама ответила Кристина Вайланд. Круто. Классно, интересно. Я уже просто, почему интересные для меня это тоже вопросы, потому что я тоже связывалась уже с некоторыми профессорами, с одним тоже в Zoom-коле мы разговаривали, через Zoom-кол, а ещё один, мы просто пока по переписке, но для меня это открытие, что нужно просить у них встречу, я такая, думаю, ну, как бы я даже не знала, что можно так, что нужно так, оказывается, так, интересно. Потому что есть профессора, интересные работы у них тоже. Я почему-то для себя рассматриваю пока Флориду, наверное, потому что здесь восстание холодно, особенно зимой, когда зима такая долгая, я такая думаю, так, наверное, мы поедем во Флориду, это точно куда-нибудь, где жарко будет, а когда здесь лето, уже думаешь, блин, нет, наверное, всё-таки хочется четыре сезона, в общем, не знаю, вот так вот. Вы ли во Флориде? Нет, я вообще в США не была, но я слышала, что там очень жарко. Там просто нереальная жара и нереальная духота. Просто. Летом, я не знаю, как там можно. Ну, посмотрите, если вы хотите без зимы, но более не такой там, ну, Флорида, мне кажется, это вообще крайность, посмотрите университеты в Норрск-Эрлайне. В Норрск-Эрлайне, я там, кстати, не смотрела. Очень, очень хорошее прям и климат, и там зимы нету и вообще прекрасно. Интересно, обязательно посмотрю. Потому что, когда ты не была там и просто в Ютубе смотришь, то видишь только вот там Калифорнию, типа там тепло и такой хороший климат, но там это очень дорого и как бы понимаешь, сколько это возможно будет. А Флорида там типа подешевле, но тоже тепло, но там слышно, понимаешь, что там жарко. Мичиган, например, про Мичиган, я вот смотрела интервью с парнем, он на бакалавриате учится, он говорит, что там холодно, тоже и ветра есть, как в Астане, там все такое. Нет, 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 нет. Это вообще с Астанинской зимой вообще не сравнится. Тут примерно Алматинская зима. Не так, нет, Астанинской нет вообще. Да, может он, не знаю, с южного региона Казахстана, не с Астаны, но с Астаной даже, даже не сравнится. Нету таких у нас морозов. Да? Да, нету вообще, вообще такого нет. но примерно как в Алма-Ате, в Чемкенте зима. Ну, максимум, я не знаю, минус 15 может зимой. Не так все страшно, как... Не так все страшно, да. Но после того, как я увидела Калифорнию, я всегда думала, что в Калифорнии очень влажно, жарко и влажно, а я влажность не переношу. Я вообще жару не люблю. Но я была в Калифорнии в августе, в декабре, в апреле была. И мне очень прям нравится Калифорния. Мне бы хотелось там жить. И я поняла, что все-таки жить в таком, с таким климатом намного приятнее, чем где зима. Но я еще была в Норс-Каролайна, в Северной Каролине. Мне там очень понравилось тоже. Расскажите, вот у меня есть среди вопросов этот вопрос про путешествия. Как часто вы путешествуете? Ну, почему, по каким причинам? Связано ли это с работой? Путешествуете ли вы всей семьей? Как часто вы путешествовали здесь, в Казахстане? Насколько это отличается? Жизнь ваша там и жизнь ваша здесь? Ну, мы здесь больше путешествуем. У нас как минимум два раза в год мы ездим на конференции. У нас программа предоставляет тысячи долларов на один академический год. но можно еще пробить гранты у самих организаторов конференции. И это вполне реально получить грант, который покрывает перелет, бассейницу, регистрацию конференции. Регистрация обычно дорогая, но самая дорогая регистрация у меня была 600 долларов, но они все покрывают. Ну, вот есть путешествия, связанные с конференцией, есть обычные семейные есть. И все очень, ну, в принципе, все доступно. Мы уже были тоже во Флориде, на Майами ездили там, ну, на три ночи, по-моему, потому что мы не можем там 10 дней все из-за работы. Ну, вот мы планируем там, допустим, в пятницу рано утром вылететь и уже в понедельник быть на работе. Ну, чтобы дети тоже в школу успевали. А так, путешествуем, ну, стараемся, ну, вот, когда у меня только муж учился, мы чаще, по-моему, путешествовали, потому что я была дома в основном, ну, как бы, времени больше было. А сейчас я учусь, и он, и у нас времени мало на путешествии, но мы стараемся. Ну, в прошлом году мы были в Калифорнии, у меня двоюродный брат там живет, мы там неделю, по-моему, у нас был роуд-трип, или на там вот это знаменитая трасса калифорнийская, и там посетили все там туристические места, там национальные парки. Потом летом мы поехали тоже роуд-трип в сторону Нью-Йорка, по дороге там Ниагара, другие места, потом Нью-Йорк, Нью-Джерси, и примерно тоже в неделю. И в начале года перед учебой в сентябре мы были уже в самом Мичигане, и поехали на север Мичигана. Очень красивое место, там очень много красивых мест, и сколько мы там 4 дня, по-моему, тоже роуд-трип, и самый лучший отдых оказался в Мичигане, вот этот вот. Потому что ну вот в Калифорнии роуд-трип, да, ты хочешь то-то посмотреть, но мы устали с тремя детьми, в Нью-Йорке тоже самое, в Нью-Йорке я после этого не хочу даже ехать, потому что там людей очень много, машин много, и вообще после Мичигана все кажется таким слишком людей много, машин шумно, а Мичигане жизнь поспокойнее, и машины, ну как бы, они все правила соблюдают. Вот. Но в целом так мы вот раз, два, три раза обязательно выезжаем куда-то в другой штат на отдых. Вот какой бы штат вы выбрали для жизни со своей семьей, если вы, скажем, не учиться, а вот уже вы там знаете, что вы можете там устроиться на работу, купить дом, осесть. Вообще мне нравится Мичиган. Тут люди порядочные. И мне, ну вот, где бы я ни была, Мичигане мне больше нравится. и университет здесь, University of Michigan, он очень хороший. Но я не знаю, мы вот, у него, у мужа программа заканчивается, поедем в Казахстан, и, но мне хочется, чтобы в дальнейшем, в будущем дети поступили в University of Michigan. Потому что, ну, если вот Computer Science, ну, University of Michigan, он, по-моему, в этом году вошел в Ivy League, новый лист Ivy League. И я там, сейчас я, кстати, там прохожу летнюю программу, я выиграла грант на летнюю программу, чтобы обучаться в этом вузе. И мне там очень все нравится. Вообще супер. Супер условия, очень доброжелательные профессора, и вообще вся атмосфера на кампусе вообще супер. Классно, да? Если сравниваем с Казахстаном и с Назарбаев университетом, сильно отличается? Я, честно, программу докторантуру знаю только вот от друзей, и по-моему, в Назарбаев университете они не разрешают брать элективы или нет у них элективов. Потом они, у них нету права выбирать адвайзера. Здесь мы сами выбираем. Мы сами выбираем, потом здесь как будто бы больше возможностей для докторантов, ну, просто даже посетить конференции. Насколько мне известно, в Назарбаев университете они урезали фандинг, бюджет на конференции, на посещение конференции, а здесь это вообще без проблем. Если у тебя голова работает, у тебя есть идея, все, деньги это вообще не проблема. Профессоры таки говорят, деньги не должны, вообще, вопрос денег не должен стоять, в общем, они сами все, ну, как бы, ну, можно, столько программ, можно подать, пробить деньги. Потом на исследование здесь очень, ну, как бы, деньги тоже не жалеют. Ну, допустим, я сейчас провожу одно исследование, это мое самое первое исследование, до этого я работала в группе, там, в команде, я решила свое сделать, и для сбора данных я тоже пробила финансирование, чтобы, ну, для проведения интервью, мне надо дать им incentives, гифт-карты своим participants, участникам, они мне дали финансирование на, ну, вот, на incentives отдельно, на software, где я буду анализировать данные, вплоть до того, что мне нужно ехать туда, это час времени в одну сторону, и они делают mileage reimbursement, то, что я поеду на своей машине, и они mileage reimbursement тоже делают, и, ну, как бы на вот эти расходы университет не выделил деньги, а потом я еще получила летний fellowship, где я буду два месяца работать чисто над анализом своих данных, ну, как бы ты бесплатный, это же тоже анализ данных тоже, ну, это же время твое, и тебе нужно компенсировать, и, получается, я выиграла этот грант, чтобы анализировать свои же данные два месяца, все, я ни на что не отвлекаюсь, работаю чистым анализом своими данными, и вот у меня вот два месяца лета, начиная мая, июня работала над анализом данных, я, кстати, была в Казахстане, с детьми была в Казахстане в этот момент, и третий месяц у меня тоже выиграла грант, чтобы обучать, вот, на летнюю программу, тоже выиграла грант, они у меня покрывают, я живу в общежитии студенческом, университет в Мишиган, и они покрывают мои расходы общежития, питание трехразовое, и стоимость программы, и плюс еще дорожные, расходы на дорогу, там, 500 долларов выделили, университет, и, ну, как бы, в этом плане, конечно, разница большая, да, и потом у нас в нашем, в нашей программе, в этом, ну, вот, последние пять лет есть одна организация, называется University Council for Educational Administration, UCA, UCA, это вот, это конференция, они организовывают ежегодно конференцию чисто для Educational Administration, и все там, все презентации про Educational Administration, именно, начиная с Pre-K, Pre-K 20, они говорят, 20, ну, получается, с 3 до 20 лет Educational Administration, и там все профессора, все крутые профессора Америки, презентацию только про Educational Administration, и вот эта организация находится в нашем департаменте, и мы, я 10 часов работаю на них, и у меня есть доступ, ну, вот, напрямую познакомиться с этими профессорами, я уже, вот, докторантуру начинаю, и я уже знаю, кто есть кто в нашей сфере, кто самые лучшие, у кого, и у них, ну, почему они самые лучшие, я уже знаю их работы, я знаю самые топовые журналы в нашей сфере, благодаря им, потому что топовые журналы, кстати, у них тоже, они, в общем, в эту организацию относятся вот этот топовый журнал, он считается EQ, Educational Administration Coral, и еще два журнала, я их название не помню, но они, вот эти три журнала, они считаются топовыми, и плюс конференция, и мы вот каждый год ездим за счет вот этой организации на конференцию, в качестве организаторов, и как бы, ну, нас все знают, как Grad Students, это организаторы, другие профессори, и это колоссальный опыт, потом, и по моей теме Family Engagement у нас есть, ну, самый такой, один, может, он самый, я не знаю, один из самых лучших профессоров именно по моей сфере, тоже в MSU, и, я с ним, ну, как бы, постоянно на связи по своему исследованию, и его знают в этом, в этой сфере, да, Family Engagement, другие крутые профессора его знают, его можно сказать, там, ну, я могу, допустим, я его, я могу ему сказать, вот, мне хочется с этим человеком познакомиться, и он говорит, все, без проблем, короче, я тебя познакомлю. Круто. Да, и даже, мы когда на конференцию ездим, и тоже знакомимся, а это ты, когда говоришь, то, что, вот, я с MSU, и, да, там, люди начинают прислушаться к тебе, что она говорит, ну, ты чувствуешь, да, программа действительно хорошая, да, да, классно, вылетел вопрос, ладно, я тогда пойду по списку, просто, походу, сейчас был вопрос, но, пока я дослушала, он уже куда-то улетел, наверное, принятит, окей, значит, школа, у вас школа образования, я так понимаю, программа Family Engagement называется, да? Нет, у меня программа называется K-12 Education Administration, но у меня Research Family Engagement. А, Research называется Family Engagement, Ага, все понятно. K-12, это, как я понимаю, это, типа, старшая школа? Школьная. Начиная, начальная и старшая. А, полностью прошкольное образование? да, да. И, получается, если Research называется Family Engagement, это, типа, как семья влияет на, на школьное образование? Нет, не так, у меня именно Family Engagement, Head Start Program. Head Start, это, вот, программа, так, это школьная программа для детей, которые вышли из семьи, которые живут в нищете. Прям вот, это не какая-то бедность, это, вот, самые-самые below the poverty line. В общем, вот так вот, это, вот, нищета. Вот, ничего у них нету, прям, в очень плохих условиях живут. И, и меня интересует, как эта программа взаимодействует с семьями, потому что эта программа, она должна работать с детьми, плюс еще помогать родителям, чтобы они, допустим, смогли закончить школу, потому что не все заканчивают школу, high school, помогают заканчивать школу, поступать в колледж, найти работу. и вообще, как они вообще взаимодействуют с родителями, отношение какое, как они строят коммуникацию. Почему это важно? Потому что, зачастую, ну, персонал, кто вот работает в этой программе, они в основном белые. Кого они, вот, population, которые они, с кем они работают, это в основном, афроамериканцы, латино, и зачастую бывает, что вот эти родители, вообще необразованные, такое вот отношение, такое вот, как это сказать, такое вот дефицитное, то, что вот они сами виноваты, не развиваются, этот, и мне интересно, я сейчас взяла, типа, не типа, взяла best practice, я нашла именно программу, которая очень хорошо работает с родителями, и мне интересно стало, именно в чем секрет, что они делают так, что родители очень вовлечены в жизни ребенка в школе, и я делала, я провела интервью с родителями, вот, и теперь вот продолжение будет уже в августе, в сентябре, я буду разговаривать уже с администраторами, я уже послушала точку зрения родителей, и теперь буду разговаривать с администраторами, потом доступ к этим садикам, к родителям очень-очень сложный, потому что в Америке не так, в общем, они, допустим, не так открыты к research, особенно если это касается уязвимых слоев населения, а head start families, они считаются как vulnerable, то, что living below poverty, то, что там маленькие дети, ну, я с детьми не разговариваю, но считается, что они прям очень как-то protective, там лишний раз не хотят, в общем, коммуникацировать, но у меня очень хорошие, как сказать, ну, я вот, я же вначале сказала, что я волонтерила в head start программе у своего сына, я до сих пор продолжаю, ну, вот сколько лет, 4 года, в этом году будет 5 лет, я не прекращала свою связь с программой, и сейчас я являюсь председателем общественного совета в head start программе в своем регионе, там 1343 детей в этой программе, и где-то 1000 семей зарегистрированы в этой программе, и плюс еще я, ну, в прошлом году стала board member, board member именно организации, которая отвечает за head start, в общем, выше head start, и там они предоставляют свои услуги не только head start семьям, но и вообще другим семьям, кто оказался в кризисной ситуации, и это, ну, вот, это охват большой там, и они меня приняли в этот board, и я еще там... Или это тоже, как волонтерство, это бесплатно? Это бесплатно, но благодаря этим связям я могу спокойно выйти на связь к другим центрам, если мне нужна там по research, и сказать то, что я являюсь вот председателем общественного совета в этом head start, и мне хочется, я делаю research в MSU, не хотите ли участвовать в этом. Просто когда они видят то, что я связана с head start, а не какая-то другая там иностранка, там, пришла, там, еще что-то делать. Понятно. Интересно. Вы знания... Да. Ага. Вот интересно, вы получаете после окончания докторантуры вот эту вот OPT, практику, возможность работать год или сколько-то как вот... Да, год. Если STEM-программа, тогда три года. Но у меня не STEM, а Education только год дает OPT. Получается, муж, так как он по булашаку, он заканчивает раньше обучение. Потом, получается, он же должен вернуться в Казахстан, а вы будете учиться или вы уже тоже к тому времени закончите? Как вот этот год? Он заканчивает и уже в следующем году. И... Ну, он должен вернуться. Он вернется. А вы будете... Я пока не знаю, как. Мы, наверное, будем просить, чтобы он вернулся тогда, когда я закончу. Потому что трое детей, нужен уход. И тем более у меня будет диссертационный период. Да, нужно. Конечно. Хорошо. Так, этапы поступления мы обсудили, список университетов тоже. Расскажите, пожалуйста, про трудности. Так, у меня тут написано, кем работает муж, что вы уже в начале это все ответили, про визы тоже сказали. Какие были трудности в адаптации детей, финансовый аспект, как там, вот, допустим, на какую сумму можно ориентироваться, сколько денег нужно для семьи, чтобы выжить, вообще не выжить, а просто жить нормально. Не скажу там, что зашиковать, но просто жить, там, как, скажем, здесь, в Казахстане, мы живем, ну, там, без всяких лакшери, но хотя бы понимать, на какую сумму ориентироваться, чтобы у тебя ежемесячно был такой доход, чтобы спокойно, допустим, там учиться и не отвлекаться. И вот, что было трудно, было ли трудно там снимать жилье, может быть, адаптироваться, может, в садик было трудно адаптироваться детям, может, вам было трудно, расскажите про трудности. Трудности, ну, у нас, в нашем случае у мужа был только, стипендия была шаг, и так как у нас трое детей, этого не хватало, но у нас были на первое время свои деньги, но мы не знали, когда он устроится на работу и когда получит первую зарплату. И мы вот свои расходы экономили, как могли, потому что, ну, первое время, первый шок, это все дорого. Кажется, что все дорого здесь. А сколько силы вы с собой взяли? Я, честно, не помню. Но примерно вот для того, чтобы нормально примерно жить, нужно 4 тысячи долларов. В месяц? Стипендия Булашак, да, стипендия Булашак 1600. Но 4 тысячи долларов, смотрите, это, в нашем случае это 4 тысячи долларов. Почему? Потому что, ну, сюда не входит стоимость садика. Детсад стоит в месяц 1000-1200, но он сюда не входит. Почему? Потому что именно в нашем ВУЗе, я не слышала в другом ВУЗе, что они оплачивают, но MSU оплачивает расходы садика. И сыну моему, сейчас ему 4 года, он ходит в садик, и он в садике, и MSU ежемесячно оплачивает 1000 долларов вот за садик. в общем, да, за садик. Это не включая садик 4 тысячи, это чисто вот 1000 долларов, 1050 на жилье. У нас самое дешевое жилье, ну, мы то, что приехали, когда мы заселились, так, во время ковид заселились, когда никого не было на кампусе, были только вот, были только вот студенты, которые поступили в 12-м году. Все уехали, и попасть на это жилье было очень сложно, там, wait list очень большой, но так как мы жили уже на кампусе, мы смогли получить это жилье. Это квартира у вас это общежитие? Да, 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 квартира. Ну, называется family housing, это общежитие для студентов с семьей, для семейных студентов. И outside campus это уже там от двух тысяч начинается. Но так как мы на кампусе живем, это тысячи пятьдесят мы только платим. Это самые, вообще это такая нереальная цена, но так как это принадлежит университету мы вот тысячи пятьдесят и плюс еще нереально практически, да? Ну, сейчас вот желающих очень много wait list и надо ждать там два-три года, но к этому времени уже почти программа заканчивается. Вот, потом три тысячи долларов это вот чисто можно ну, машина на этот, страховка машины, потом питание, продукты, что еще. Сюда еще не входят походы в рестораны. Это если вы чисто питаетесь дома. Ну, учитывая то, что у меня трое детей, нужно тоже помнить об этом, у меня трое детей, и четыре, ну, три тысячи это не включает в себя походы рестораны, так, в кино мы, не знаю, в кино мы практически не ходим, но дома они смотрят, там, Netflix этот, вот, примерно три тысячи уходят на жизнь. Да, и это получается, а как вы жили в начале 1600, это только был шаг, а как вы жили, и потом он устроился на работу же, потом он тоже типа РА или ТИ, да, устраивает? Да, он устроился на работу, потом вы параллельно еще подаете на всякие fellowship, scholarship, которые существуют на свете, чтобы получить тоже финансирование на research, в общем, есть еще такие fellowship, которые не требуют никакой работы, просто они деньги дают за ваши заслуги, вот, ну, на такие программы мы тоже подаем, вот, потом могут быть непредвиденные расходы на медицинские услуги, тоже надо иметь в виду, поэтому у нас всегда, ну, как бы, тоже учитываем вот эти расходы, вот, потом, что еще? Мне вот интересно, вот, насколько мне стало известно Мичиганом, ну, как бы, Мичиган State University и вообще Мичиган, это не самый дорогой, ну, по сравнению, скажем, с Калифорнией, а тогда, как в Калифорнии живут студенты с семьей вообще, это вообще как-то возможно или вообще невозможно, или у них теперь? Там живут, у нас знакомые и в принципе, сколько у них, один ребенок, по-моему, с одним ребенком, но они находят пути, как зарабатывать на F2 визе, в общем. Но мы не из таких, чтобы нарушать закон этот, как бы, трое детей мы не будем рисковать. Ну, да. Вообще, я часто слышала, что по F2 там работают курьером или еще что-то такое, вот я слышала, кстати говоря. Ну, это, наверное, типа по F2 вот кто-то депендент, ну, муж, например, если жена учится, наверное, только такое остается, получается, нелегальная работа. Хорошо, тогда у нас, к сожалению, время заканчивается, у меня тогда будет последний вопрос, или давайте так сначала, предпоследний, как часто вы приезжаете в Казахстан и как часто к вам приезжают родители, ну, или там братья, сестры, да, и последний вопрос будет такой, про планы, что вы будете теперь делать, когда там будете заканчивать, какие у вас планы на ближайшие там пять лет, понятное дело, вернуться нужно будет в Казахстан по Балашаку, но потом, скажем, если, когда вы отработаете Балашак, как вы думаете, захотите ли вы вернуться в Штаты, если да, то почему, если нет, то почему, вот такой вопрос. Первый вопрос какой был? Как часто вы приезжаете в Казахстан? Часто. Я очень привязана к своей семье, к маме, к своим братьям, сестрам, поэтому для моего ментального здоровья мне надо как минимум раз в год приезжать в Казахстан. Но последние два года вот я начала докторантуру, я, у меня вообще времени не было, и муж был занят летом, я два года не ездила, но в этом году я с детьми прилетела в Казахстан, и мы были два месяца. А так, до этого мы старались каждый год, ну там ковид был, но мы обязательно, да, планируем всегда в Казахстан всей семьей, мы хотим, чтобы дети, они не забывали своих родственников, не забывали язык, вот, и насчет родителей, у мамы, у нее виза на 10 лет, она, ну мы стараемся, чтобы она приезжала каждый год, и вот, маме мужа визу не одобрили, вот, но муж тоже ездит каждый год домой, к себе, в общем, мы когда в Казахстан едем, каждый у себя отдыхает. Ну понятно, как-то по своим же скучает. Да-да-да. Детелям и время такое ценное хочется. да, вот, а так я очень привязана к своей семье, и поэтому мне надо как минимум раз в год ездить в Казахстан. Понятно. А вот теперь вот, теперь по поводу планов, после окончания, даже когда вы отработаете, понятно, в Казахстане, да, Болошак, понятное дело, что для вас очень много дверей открыты, да, после PHD, вы оба еще закончили PHD, что вы вообще планируете в какой-то другой стране, жители в Казахстане, какие мысли у вас по этому поводу вообще? Я пока не знаю, но могу точно сказать, что для меня важно при выборе страны. Во-первых, это безопасность моя и моих детей. в Америке мне не нравится, что здесь нет запрета на оружие, ну, в некоторых штатах и, ну, даже в Мичигане там, в прошлом году были случаи, когда, ну, с оружием в школу заходили, и этот, и было очень страшно. В Америке меня пугает вот этот оружие, то, что вопрос оружия, безопасность детей. В Казахстане я себя не чувствую в безопасности. не чувствую, не чувствую себя в безопасности, потому что там у нас нет уже закона, который защищает женщин. Любой мужчина может позволить себе комментировать твою внешность, какие-то, ну, вот, по-любому, ну, может это, нет, я не думаю, что это только контекст шимкента, да, но каждый раз, когда я езжу домой, это всегда вот, если я выхожу на пробежку, всё, начинается там, ой, спорт важен, там, что-то такое, в общем, они начинают смотреть в твою сторону, комментировать твою фигуру. я просто не могу жить в такой среде. Если примут закон и мужчины перестанут и будут вести себя адекватно, тогда я, почему бы нет, это моя родина и мне хочется, конечно же, быть полезной своей родине. А так, ну, вот это первое, что, на что я буду обращать внимание, это безопасность, потому что мне не хочется тратить свою энергию на такие вещи, как безопасность, это, ну, первое, ну, как бы, вот эти базовые вещи, да, мне хочется тратить свою энергию и время на research и на нормальные вот эти, не знаю, ну, на благие дела, да, а не так, чтобы, ой, там, не знаю, бояться ездить на такси, у меня вот тоже я была в этом, в Чинкенте за два месяца была, ну, вот, не сказать, что там 10 лет назад это было, да, вот, недавно только, и там таксисты тоже, да, неадекватные, и ты не знаешь, ты нормально доедешь или не доедешь, и не важно, какой ты закажешь, там, Яндекс.Комфорт или там самый лучший, самый дорогой, не важно, вообще не важно, какой дорогой такси ты закажешь, это не гарантирует твою безопасность, и я очень чувствительна к таким вещам, харассменту, и у нас харассмент, к сожалению, пока еще серьезно не воспринимается в Казахстане, вот, и поэтому это вот, я не хочу, чтобы у меня вот дочка тоже, не знаю, я хочу, чтобы она свободно могла передвигаться по улице, заниматься спортом, одеваться, как ей хочется, да, и, вот, и, не знаю, в Казахстане. А если сравнить, вот, в Америке, например, вы не чувствуете безопасность из-за оружия, в Казахстане, из-за того, что здесь могут себе позволить, да, там, какое-то отношение к женщине, например, еще что-то, если сравнить вот эти вообще восприятия там и восприятия здесь, просто для комфорта вы хотели бы, мы не берем там какие-то патриотические, там, понятная идея, мы все патриоты, и мы знаем, что, как бы, Казахстан, она у нас, когда мы видим все это, как мы развиваемся, все это прекрасно, мы любим, у нас тут родители и все остальное, но если все это убрать, и где вам комфортнее жить, где бы вы захотели жить и растить своих детей, чтобы они росли, там, карьеру строили? Такой сложный вопрос, почему? Потому что, но сейчас мне комфортно в Америке, но я не знаю, через 2-3 года, где будет комфортнее жить, потому что, потому что, ну вот, все так, может так быстро поменяться, там, войны, еще что-то, ну вот, на данный момент мне комфортно здесь, у меня здесь своя семья, я здесь обучаюсь, программа докторантуры, но вот, по работе, я не знаю, где будет комфортнее работать, но учиться на докторантуре, безусловно, хорошо здесь, потому что здесь очень много, но в Казахстане, возможно, там по работе будут, будут хорошие предложения, лучше, чем в Америке, потому что у нас есть профессора, которые, ну вот, студенты, PhD-студенты, которые заканчивают здесь, американцы, едут в Америке, в Казахстан работать, потому что там условия лучше, вот, но если брать только чисто докторантуру, здесь, да, но по работе, я не знаю, где будет, лучше, возможно, в Казахстане, потому что там и зарплата будет выше, я слышала, и там все условия создают, этот вы будете жить безопасно, возможно, в районе, этот, но не могу сказать, если, вот, когда буду работать, тогда могу сказать. Да, вот я вот, здесь я могу прокомментировать, то, что я просто вот с одним из профессоров в нашем университете, Гужанат Гафу, разговаривала лично, не знаю, что знаете вы ее, и она как раз докторантуру закончила в Лондоне, в Англии, пять лет, и потом она сюда вернулась, и когда я ей задала этот вопрос, где вам комфортно, я могу с полной уверенностью сказать, что она тоже с семьей там училась, и она говорит, когда я училась там, мне было там комфортно, мне казалось, что я бы здесь осталась, если бы не был ушаг, я бы осталась здесь, потому что дети привыкли, и все, и если бы было предложение о работе, конечно, здесь, но когда мы уже вернулись, для того, чтобы был ушаг, отработать, все остальное, со временем мы привыкли здесь, и теперь нам окажется, что здесь лучше, конечно, чем там, поэтому здесь, где привыкнешь, там и тебе и хорошо получается, но для вас же, что хорошо, что для вас, не только Казахстан и Америка, для вас вообще, по сути, весь мир тогда, как сказать, открывается, имея докторантуру из США, правильно же, с такого университета, это круто, конечно, ну что, большое спасибо за ваше интервью, очень много интересного узнала, я надеюсь, мы когда-нибудь, возможно, встретимся вживую, обязательно надо бы сфотографироваться, я запущу интервью на YouTube канал, обязательно скину ссылку, и когда будет обратная связь, я с вами обязательно поделюсь, Емеля, ваш опыт просто очень крутой, и спасибо, что вы делитесь им, и что вы можете посоветовать? Я вот, насчет посоветовать, я, мне кажется, мы упустили самого главного, что мне помогает вообще, вот, учиться, вот, подаваться всякие фэллоушипы, этот, и, ну сейчас, допустим, я живу на другом кампусе, в другом вузе, и у меня семья остается с супругом, и секрет, ну, обычный, секрет всего этого, это, надо, чтобы у вас партнер, если вы едете с семьей, с детьми, надо, чтобы у вас партнер был supportive, поддерживающий, без хорошего партнера, любящего, заботливого и поддерживающего, вы не сможете, PHD, если у вас партнер, там, с традиционными казахскими взглядами, где женщина должна готовить, убираться, все должна успевать сама делать, тогда я не советую делать, вообще поступать на PHD, потому что вы просто не выживете, поэтому этот вопрос очень важный, потому что немногие пары выдерживают нагрузку, и они распадаются, неважно с детьми, это большое испытание, это надо понимать, если у вас какие-то уже разногласия, какие-то недопонимания в браке, уже до начала докторантуры, тогда могу гарантировать, что развод вообще неизбежен, потому что это сложно, и женщины, они здесь, у них в основном открываются глаза, почему? Потому что ты начинаешь видеть то, что здесь тебя ценят, здесь тебя уважают, и женщины, которые не знали уважения в Казахстане, они уже начинают на свой брак по-другому смотреть. Что не так? А почему? А вообще нужен мне такой мужчина? И на этом фоне уже, ну, если партнер не трансформируется, не поменяет свои взгляды, не поменяет свои отношения, по отношению к жене, тогда, ну, это все травмично, конечно, и параллельно с PHD, чтобы были какие-то разногласия, конфликты в браке, это очень-очень сложно дается женщине, и психологически, и вообще физически. вот, поэтому это надо учесть именно девушку, ну, замужним, замужним женщинам, которая планирует на докторантуру, сможет ли, потому что PHD, это очень такая, там очень много стресса, это хронический стресс, у вас постоянно дедлайны, постоянно нужно что-то там показывать, ну, результат показывать, там, презентации, публикации, коллаборации какие-то, это постоянный хронический стресс, если у вас при этом партнер какой-то там будет, там, что-то там, вот почему-то пропадаешь, почему-то у тебя это, все вообще, это вдвойне сложно будет, поэтому хорошенько подумайте, и будьте готовы к таким вопросам. Классный совет. Я думаю, что это самый такой мощный совет, особенно в случае, вступить в семью. Топик как раз я об этом. Спасибо большое за совет. Спасибо большое за интервью.